Настрой. Музычно-забавляльная программа. До зимы. Потому что в этих марафонах, в этих святах национальных культур не только солнечный настрой, не только известные люди, не только национальные традиции, но еще самое важное, это, конечно, музыка, которая учится и рассказывает про ту или иншую страну. И было бы вельми трапно, если бы ты заспевал что-нибудь, но давай просто представимся, кто сегодня для вас сябры працует. Давай, Александр, ученик... Павел Лазовики, гукорежиссер Ганна Ярош. До 15.01. Будем с вами у промоэфира на Беларуским радио. Ну и, между прочим, сустракать гостей, слухать музыку, передавать смс в веншавании и привитании. У нас працует короткий номер 162 с мобильного телефона абсолютно с любого населенного пункта Беларуси. Долучайтеся, рассказывайте, чем занимаетесь в этой хвилине, как настрой и, конечно, передавайте в веншавании и привитании родного и близкого. А мы не забудемся передать приветствую всем, кто слухает нас у автомобилей. Так, кто обедает зараз, потому что час обеденный смачно есть. То есть, кто на своем працонном месте, в офисах, на предприемствах, в кабинетах, так само заставайтесь с нами, потому что, напереде, шмат цикавого. И не будем мы стомлять чеканьями, а одразу задвольнением представим гостя нашей сегодняшней программы, який, мне, здаецца, ведая усе про гостинность, ведая усе про чудовных людей, потому что назвы гэтой краины якраз и ассоциируются с гостинностью, с добрыми душевными людьми, с теми, кто любить каву. И не только каву. Словом, сегодня будем говорить про святоармянской культуры, якое пройдя у Гэту, в субботу, в верхнем городе, в Минску. Ну, а больше подробязно про ту самую открытость армян, про гостинность, про душу, культуру, колорит. Сегодня нам расскажет старшиня минско-городско-армянско-культурно-осветненского товариства Аэстан, Георгий Езаран. Добрый день, Георгий. Добрый день, Павел. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Как в Армении приветствуют людей? Мы все правильно сказали? Как песня звучит. Скажите, Георгий, вот когда приходит, не знаю, чужестранец, незнакомый человек в армянский дом, что его ждет? Как его встречают? Чем, может быть, есть какие-то традиции, о которых вы расскажете? Ну, встречают, скажем так, с открытой душой, с открытым сердцем. И всегда, если были времена, когда не было возможности, с накрытым столом, но всегда обязательно стол должен быть накрыт. Почему это подчеркивается? Потому что даже вот сейчас при проведении праздника национальных культур эта особенность армян, эта традиционная черта, она показана. И праздник 25-го будет, но уже за несколько дней появился армянский щедрый стол у нас в верхнем городе Минске, да? Да, щедрый стол появился. Это было представление. Мы небольшое сделали к нашему празднику и показали, что ждет наших гостей. А где я был? Почему я у этого стола не столовался? Паша, почему ты молчал и не говорил? Где ты был, Александр? А вот откликнулось несколько сотен минчан, которые пришли попробовать угоститься. Это было абсолютно бесплатно. Можно было попробовать традиционно армянские блюда. И они пообещали, что уже в эту субботу со своими семьями, с детьми придут на сам праздник армянской культуры. Мы проверим, придут они или нет. Я думаю, много будет гостей. На этом празднике много людей будет. И мы подготовили очень хорошую программу, чтобы все приходили. Может быть, давайте о программе об этой сразу и поговорим? Когда до эфира мы ее обсуждали, Георгий сказал, что самое важное, чтобы получился флешмоб. Он готовится в этом году неспроста и посвящен, мне кажется, многим крупным событиям. Давайте о них расскажем. Это, во-первых, столетие провозглашения Армянской Республики. Дело в том, что мы начинаем именно свою программу с обучения армянским танцам и с флешмоба. И, как я сказал, это необычный флешмоб. Он посвящен 100-летию со дня провозглашения Республики Армения и 2800-летию города Еревана. Дело в том, что этот флешмоб 26 мая во всем мире танцевали все армяне. Мы тоже здесь, в торговом центре столицы. Поддержали. Да, поддержали эту инициативу. И был прекрасный флешмоб. И танцевали тоже легендарный танец. Танец называется Кочари. Этот танец в мае 1945 года армянские солдаты танцевали у стен Рейхстага в Берлине. В 1945 году? В 1945 году. В чем его особенность? Почему весь мир танцует сегодня этот танец? Ну, это, я как сказал, легендарный, известный армянский танец. И, пожалуй, самый знаменитый танец, поэтому и танцуют. Мы можем какие-то движения прямо сегодня изучить? Обязательно. Попробуем на протяжении эфира. То есть те, кто желает обучиться, уже в субботу могут приходить к 12 к началу, потому что, да, это будет в начале мастер-класс. Мастер-класс будет обучение. И многие потом подходили, не армяне, и говорили, что буквально в течение 50 минут мы обучились и с удовольствием все танцевали. Давайте сейчас поддержим танцевальное настроение и послушаем немножко музыки. Это джазовая композиция, я так понимаю, основанная на народных армянских каких-то мелодиях. А исполнять ее будет... Хедлайнер фестиваля субботнего этно-джаз-группа «Микаэл Восконян и друзья». Это коллектив из Еревана? Коллектив из Еревана, который пригласили наши партнеры. Это Ереванский коньячный завод пригласил эту группу. И я думаю, это мировая известная группа. Вы получите большое удовольствие послушать. Георгий, перед тем, как начать разучивать танцевальное движение и танцевать вот танец, которому я забыл название. Кочари. Кочари. Нужно ли выпить немножечко кофе с добавлением напитка от ваших партнеров, чтобы легче все прошло? Нужно, отлично. Но мы без этого сейчас обойдемся. Итак, Микаэл Восконян и друзья. 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 МИКАЭЛ ВАСКАНЯН И ДРУЗЬЯ Так называется этно-джаз-группа, это будут гости из Еревана у нас в Минске. Я вот услышал, мне кажется, много таких вот инструментов, характерных для Армении. А что звучало, Георгий? Ну, я вам все инструменты не назову. Это военная тайна, во-первых, про это нельзя говорить. Мы их увидим в субботу, да? Да, мы обязательно увидим. Я могу сказать, что именно такие мелодии звучат из города, который смотрит на Арарат, и которому во всем мире в этом году посвящаются и флешмобы танцевальные, и крупнейшие события, о которых вот вы расскажете, это город Ереван, 2800 лет в этом году исполняется. Прекрасному городу. Я боюсь сказать, что история, может быть, и раньше начинается. Вы правда сказали, что Ереван на 29 лет старше Рима. Это факт? Да, это факт, и армяне любят этим где-то и посетить перед Римом. А что вы говорили о названии города, я так понял, да? Что он... Эребуни назывался, это в 782 году до нашей эры. Царь Аргишты построил крепость, назвал его Эребуни, и вот с этого дня ведется летоисчисление города Еревана. Я даже скажу, почему вы так это все точно и хорошо знаете, потому что это ваша родина. Да, это мало того, что моя родина. Я буквально в 500 метрах от этой крепости, мой дом, я там родился. Поэтому я хорошо историю знаю от Еревана и не только. Георгий, а как получилось так, что вот сегодня вы в Белоруссии, и уже многие годы работаете, и занимаетесь вот такой хорошей общественной работой? Ну, в общем-то, я к моему счастью в жизни получилось так, что делаю то, что мне нравится. И моя основная работа, я в авиации работаю, и моя общественная работа. Я хочу сказать, что и в Армении я работал в авиации, но одновременно я был внештатным экскурсоводом Ереванского бюро путешествия и экскурсий, поэтому Армению я тоже знаю. И если есть у кого-то вопрос, что посмотреть в Армении, все Георгию и Геозариану, нашему гостю, и, кстати, действительно, в Армении может быть не так и хорошо знакомо белорусам, хотя сегодня достаточно же есть и авиарейсов в Ереван. Два рейса в неделю. Что вы советуете прежде всего, куда поехать в Армении, что посмотреть? В Армении я бы посоветовал посмотреть, естественно, центр религии, Чмядзинский кафедральный собор, собор Георгский монастырь обязательно, высокогорное озеро Сиван, это второе в мире из больших, самое большое из высокогорных озер, озеро Сиван, 1900 метров над уровнем моря. Ну, Арарат вы видите с любой точки. Сам город Ереван, это, скажем так, очень исторический, старый город, 2800, но в то же время он очень молодой, там тоже есть что посмотреть. Ну, и Армению вообще называют музей под открытым небом. The War Notes можно посмотреть, кстати, многие площадь там прекрасная, в Армении многое из того, что вот я сейчас перечислил. Вы здесь макеты этих увидите прямо на празднике. 25-го числа на праздник. Я сейчас почему-то вспомнил сцену из фильма «Мимино», когда герой Фрундика Макартычана и Вахтанга Кабидзе говорят о воде минеральной, говорят, а ты знаешь, что вот у нас? Тут вторая в мире, по-первых. А по чему ты думаешь, что ты говоришь? Да, то есть фактически можно сказать, что переместиться можно будет в эту субботу в Армению, благодаря вот прекрасным фотозонам, макетам достопримечательностей, национальной кухне и, конечно же, невероятному количеству белорусских исполнителей с армянскими корнями. Это мы привыкли считать, что Искуи Абалян наша, Еги Азар певец наш и все остальные друзья, которые в программе будут представлены, Ваграм Карапетян и многие другие, это все имеют отношение к армянской культуре, к Армении. Ну, кроме вот группы Микаэл Восканян and Friends, все остальные наши, скажем, белорусские звезды, белорусская эстрада и не только эстрады. Там будут разные жанры. Ну, вот эти исполнители, о которых мы говорим, совсем скоро наберем в эфир, свяжемся по телефону Еги Азара Фаршана и узнаем о его впечатлениях и его подготовке к празднику национальных культур, армянской культуры. Эти исполнители поддерживают активно ваши праздники, выступают, участвуют и гордятся тем, что они белорусские армяне. Да, они и гордятся, и всегда поддерживают. Вот, ну, не было случая, чтобы человек мог и не пришел какой-то, ну, любая, скажем, звезда белорусской эстрады, армянской праздники. Не было, чтобы отказали, сказали, что не приду, что-то такое не было. Ну, для них это почетно? Я думаю, что и они, и мы гордость чувствуем, когда они с удовольствием приходят на наши праздники, и мы с удовольствием их приглашаем. Как мы и анонсировали до нашей рекламы, будет большая программа музыкальная праздника армянской культуры, и, конечно, те исполнители, которых мы хорошо знаем по эфирам, по хит-парадам, по концертам, они тоже имеют отношение к армянской культуре, в том числе и наш исполнитель Еги Азар, он с нами на телефонной связи. Добрый день! Добрый день, Добрый день, Павел! У нас Александр в студии и Георгий, все тебе передают привет, можете поздороваться. Добрый день! Привет! Я тоже передаю большой привет. Скажи, как ты готовишься к празднику национальной культуры Армении в Беларуси, в Минске? Как я готовлюсь? Ну, вот, утюжу костюм, рубашку, и в субботу, 25 числа, приду на концерт. На фестиваль, на фестиваль. На фестиваль. Что для тебя вообще вот такие мероприятия, которые посвящены традициям Армении, стране, к которой ты имеешь хорошее прямое отношение? Вы знаете, я очень горд, что у нас в стране, в Беларуси, это приветствуется, что вообще празднуются такие фестивали. А этот фестиваль, он будет такой необычный. Этот фестиваль посвящен 2800-летию Еревана. Это для меня, скажем, очень приятно, очень значимо. Когда, Егезар, ну вот к тебе приходят гости, чем ты со своей щедрой армянской душой можешь угостить? И что для тебя значит вот то открытость, то открытость, то гостеприимство Армении? Ну, там, как я знаю, будет очень большая армянская кухня, вина, армянские коньяки. Поэтому все желающие, я уверен, что могут попробовать и спробовать блюда армянской кухни. Ну, твоя семья уже из Беларуси, да? Ты же сам из города Ветка. Да, да. Гомельская область. Гомельская область. Ну, вот насколько на столе сегодня присутствует армянская кухня у тебя? Ты знаешь, я плохо слышу, очень плохая связь. На столе твоем есть сегодня армянские блюда? Бывают иногда? А, на столе бывают, конечно. Это армянская долма. Я очень люблю виноградные листья. Хаш лама, хаш. То есть, ну, когда я приезжаю домой, мама старается, ну, готовить армянские блюда. Те, которые я очень люблю. Отлично. Мы сегодня хотим спросить еще, что нового в творчестве у Геазара и какие песни сегодня, какие концерты, выступления для твоих слушателей? Вот 25 числа можно будет услышать наш дуэт из Куябалян, который мы записали совсем недавно. Вот. В ноябре планируется сольный концерт мой, поэтому с огромной радостью приглашаю всех вас. Мы тоже присоединяемся. Спасибо большое за приглашение и песню, которую ты совсем недавно записал с ССКУИ. Абалян, послушаем прямо сейчас в прямом эфире. А 25-го вживую. А 25-го августа вживую. До связи. Пуста постель, тебя рядом нет. Вокруг тишина и ночь без тебя. Остался один я, остался без тебя. Пустые глаза, пустые слова. Смотрю на тебя и знаю, когда ты скажешь нам пора. Не уходи, побудь еще со мной. Весеннюю порой, поверь, я не хочу тебя любить. Не уходи, побудь еще со мной. Весеннюю порой, поверь, я не хочу тебя любить. Но как нам быть, скажи. Кофе с утра, в голове бардак. Не могу проснуться, и все не так. Эх, кажется, это сон. Я верю, что это сон. Телефон и звонок разбудил с утра. Подумал ты, но это не так. Показалось мне опять. Ну сколько можно так. Я прошу. Постой. Не уходи, побудь еще со мной. Весеннюю порой. Поверь, я не хочу тебя любить. Не уходи, побудь еще со мной. Весеннюю порой. Поверь, я не хочу тебя любить. Поверь, я не хочу тебя любить. Поверь, я не хочу тебя любить. Не уходи, побудь еще со мной Весеннюю порой Поверь, я не хочу тебя любить Не уходи, побудь еще со мной Весеннюю порой Поверь, я не хочу И вот такую прыгажость можно послухать, будя уживую, гэтая цудовная дуэт выступить якраз на фестывале армянской культуры у верхним городе у Минску. Гэтую субботу рыхтуется зараз, и, конечно, нам приемно, что за нашел час Георгий Езеран, старшиня правления Айастан Товарыства, У нашей студии рассказать больше подробязно про это свято, и, конечно, особенным оно будет и для вас в том числе, потому что фактически это будет копия празднований грандиозных, масштабных, которые пройдут осенью в самом Ереване, и вы туда собираетесь? Собираетесь? Я собираюсь туда тоже, и не совсем маленькая, мы довольно хорошую, и не копию, оригинал здесь. Оригинал, даже лучше, да, потому что у нас есть что показать и посмотреть и армянскую культуру, но вот как давно вы были в Ереване? Ну, я уже полтора года не был, к сожалению, в Ереване. Последний, вот, один раз на свадьбу, второй раз приглашала министерство по связям с зарубежными, еще раз на свадьбу. То есть, к счастью, я летаю на хорошем, по хорошим поводам. Свадьба в Армении хорошо, да. У меня много племянников, племянниц, сестер, братьев, то есть в Армении у меня очень много родителей. Может быть, есть какая-то традиция, когда вы возвращаетесь на родину, вы непременно делаете, вот, каждый раз что-то, ну, не знаю, какая-то традиция, может быть, есть по возвращении? Нет, не напиваюсь, ничего. Ну, что вы, я не правил. Может быть, посещаете какое-то место, не знаю, или обязательно обходите всех родных. Встречаюсь с друзьями, рассказываю про Армению, это обязательное условие, а так, чтобы ничего больше. Ну, и тот праздник, который будет осенью 2800 лет праздноваться, вы на таком же празднике были 50 лет назад, еще ребенком. Да, 50 лет назад, прямо на моей улице, проходило это факельное шествие, колесницы. Праздник был грандиозный, ну, сейчас, я думаю, масштабы на многом-намного, и красота будет интереснее, поэтому я буквально рвусь туда. Мы хотим сказать, что еще в программе знакомства с культурой шахматной королевы будет, именно так называют Армению. Да, шахматной королевы, потому что шахматы в Армении и в школах изучают, ну, и везде. Номер один. Да, шахматы номер один. А как будет выглядеть это знакомство? Выглядеть будет, будут огромные шахматы одни, на которых демонстрационно будут играть, ну, и будет много шахматных досок, на которых будет турнир и будут получать призы. Для маленьких детей что-то вы подготовили? Обязательно в тыльной стороне будет детский дворик, где будут и лепить, и рисовать. В общем, детская зона очень тоже шикарно будет подготовлена. Детей ждем с удовольствием. В Армении, когда воспитывают детей, на что делают упор? Скажем, какие вот три мудрости вы бы могли выделить, которые обязательны для воспитания детей? Вы меня врасплох застали. А, вот так мы этим занимаемся, врасплох застаем. Три мудрости. Не знаю, на две сколько. Да, быть всегда честным, порядочным и, ну, быть человеком. Возвращаясь к теме национальной кухни, ну, вот Ягия Азар нам несколько блюд назвал. Что традиционного можно будет попробовать на празднике армянской культуры, мясного, сладкого? Все. Абсолютно все. Мастер-класс будет. Спас приготовления. Там будет, в общем, и хампама, и голубцы, как сказать, и шашлык, и кебаб, и, ну, из фасоли. Все армянские блюда, которые вы откроете, кулинарную книгу, практически все там будет представлено. Сладостей будет еще больше. То есть и варенье, и все, что там делается. Скажите, нет ли отдельного стола? Забронировать можно уже столик. А традиционно, что на столе всегда в Армении присутствует? Традиционно на столе обязательно всегда холодные блюда всегда лежат. Вот, к примеру, на Новый год, когда в Армении столы не убирают, считается, что стол должен быть накрыт. Даже если тебя нет дома, пролетает, и в дом заходит добрая фея. И если стол не накрыт, ее не ждут, в этот дом ничего хорошего она не приносит. Поэтому столы в Армении, холодные закуски, практически всегда стоят. Очень по-мудрому. И мне кажется, что такое отношение хлебосольное во всем проявляется у армян. И у белорусов. И у белорусов мы в этом похожи. Объединение Аэстан, которое уже многие годы активно проводит вот такую культурную работу, общественную работу, музыкальную работу. Как много сегодня в вашем составе? И какие основные праздники? Ну, основные праздники, это те праздники, которые в Армении отмечаются, и которые в Белоруссии есть святые праздники. День Победы, день освобождения и так далее. И в Армении день независимости, день республики. Вот это дни. Потом есть просто религиозные праздники. Все праздники в этом году, вот, 2800-летие, 100-летие, правозглашение, 25-летие посольства, Армении, установление дипотношений и так далее. Вот такие праздники отмечаются. Где сегодня можно изучить армянский язык? Мы вот скоро послушаем песню из Коябаля на этом языке. Есть ли такие возможности? Есть армянский язык, где-то 7 классов, в 4-й школе, но лучше обращаться ко мне, я направлю, то есть познакомлю, с 7 сентября начнутся занятия по воскресеньям. Там нужно и историю, и язык изучать, и танцы, и кучари. Я как-то познакомился с одним грузином, который приезжал в гости, прилетал в гости к моим друзьям, достаточно молодой человек, но он меня удивил своим, скажем, мировоззрением. Он говорит, что, вот ты знаешь, говорит, я понял одну очень важную вещь, что нужно слушать стариков. Особенно мне нравится, говорит, во время застолий слушать, как они говорят тосты, как они общаются между собой. У вас в Армении какие традиции, скажем, застольные? Также важно главенство, скажем, назовем это, стариков, и расскажите об этом. Ну, в Армении говорят слово старшему, воду младшему. Еще раз, слово старшему, воду младшему, ну, маленькому, это перевод такой с армянского. Поэтому, конечно, старшее поколение, молодежь старается слушать. Все-таки у старшего поколения есть опыт. Можно не все принимать, но послушать, всегда слушать. Это уже, скажем, в крови. В крови. А уж как поговорить, любят в Армении. Я был на армянской свадьбе, и могу это подтвердить. Любят и в том числе и петь. А где долма, Павел? Где все угощения со свадьбы? Куда ты все делаешь? Оно все в песне, все в музыке. Ну, у нас остается полминуты буквально до завершения разговора. Хотелось бы сказать, что вот эти праздники нам помогают побольше узнавать друг друга. И так приятно, что вот действительно много сегодня общего мы узнали. И будет возможность в эту субботу увидеть, что же такое Эри Буни и как... И услышать, потому что это и ансамбль, так называется, и название праздника фестиваля Эри Буни Ереван 2800. И вот солидный юбилей в вашей родине, огромные поздравления. И, конечно, это большая, наверное, хорошая возможность в эту субботу быть вместе. Так, как это делают люди с открытой, гостеприимной армянской душой. Спасибо. Вы хотите, Георгий, сказать всем слушателям в завершении беседы? Я хочу пригласить всех на наш праздник. И обещаю, ну, кроме погоды, все остальное будет шикарно. А если будет шикарно, то и погода будет хорошая. Дякую, что были с нами, Георгий. Сегодня мы знакомились с армянской культурой, на прикладе фестивалю, який пройдет в эту субботу. У нас у студии был старшиня правления городского армянско-культурно-осветненского товариста Айастан, Георгий Езаран. Ну, а мы зараз слушаем Искуя Балян. Айастан.